Ребята, я приветствую вас на моем канале и сегодня будет видео с покупками из магазина Second Hand. Сколько по времени мне ушло на то, чтобы сказать, привет ребята, потому что меня со всех сторон пытаются одолеть шумами. Там ремонт, там ремонт. Поэтому если вы слышите звуки перфоратора или какие-то посторонние, прошу прощения, заранее. Давайте начнем с этого пальто, что на манекене у меня какая-то такая любимая черта. Начинается с того, что я одевала на подружку-помощницу. Итак, это пальто на 70% состоящее из шерсти, на 30% из полиамида. Бренд United Colors of Benetton. Покупалась в шафе. Изначально было заценено в 540 гривен. Я купила со скидкой. Пальто застегивается вверху на две пуговички. И две пуговички идут здесь как в кокетке в качестве декора. Здесь оно идет свободного кроя, очень-очень теплое. Я заметила, что такие пальто с таким вот составом классно подходят для нашей такой вот морской зимы. Эта универсальная вещь в гардеробе всегда пригодится, потому что у него такие цвета базовые, настолько они вот лаконичные, что можно абсолютно под любой образ надевать сверху. Пальто просто мне оно очень-очень нравится. Оно, скорее всего, будет выставлено на продажу шоурум Trendy Forever, если мой аккаунт выйдет с теневого бана, либо будет на сайте шафа, так как не совсем мой размер. И я напоминаю, что очень много вещей покупаю для таких видео. Снять такое видео, рассказать о находках, о том, что можно отыскать в секонд-хенде, показать, что в секонд-хенде попадаются натуральные ткани. Сделать акцент на том, что в магазинах сейчас у нас в основном синтетика. И что намного, мне кажется, и выгоднее, и полезнее пойти купить вещь в секонд-де. Во-первых, это бережное отношение к экологии, это вещь, которая прошла вторые-третьи руки. В моем случае, еще покупки секонд-хенд, это своего рода благотворительность. То есть, смотрите, можно сэкономить деньги на покупки в магазине, переплачивая, опять-таки, повторюсь, чаще всего за синтетику, а оставшуюся сумму отдать обездоленным животным. Это я к чему это решится на болезнь? Потому что этот закон хотят принять в Украине о запрете ввоза секонд-хенда, да, что якобы поступает как гуманитарная помощь, а потом на этом строится бизнес. Хотя я не вижу в этом вообще ничего плохого. Это, знаете, мне кажется, просто вот как со всех сторон пытаются прикрыть дыхание. И так постоянные какие-то реформы у нас, которые просто удивляют. Следующая вещь, это кофта бренда Карен Милен. Здесь написано двоечка размеров, но я, насколько понимаю, это 34-й по замерам. Кофта состоит на 90% из шерсти Мереноса, на 10% из... забыла от чего? По-моему, из пандекс или нейлон. Сейчас глянем быстренько. Нет, на 9 полиамиды и на 1 эластан. Я заметила давно, что у бренда Карен Милен достаточно необычные силуэты. К примеру, вот нестандартная кофточка, раз тут и манжеты. На манжетах есть пуговец, на которых тоже написано, что это Карен Милен. Но самая интересная часть, это вот манжеты на рукавах. Они достаточно удлиненные и из более плотного материала. И еще сверху по резинке идут такие вот шарики. Кофточка не длинная, она укороченная. И я бы ее носила, заправив во внутрь джинс. Мне кажется, смотрелось бы очень-очень стильно. И еще хотела отметить, что она не белого цвета, а вот такого вот, может быть, знаете, молочного с нотками айвори. Очень красивая. И зимой цвета вот такой вот, такой вот тональности очень свежат. Делает такой вот какой-то здоровый тон лица. Следующая покупка это кардиган. Крупные вязки от бренда Pull&Bear. Стоил в Хумане 270 гривен. Тоже покупалась со скидкой. Размер L. Я несколько раз уже показывала в моем шоурум Трэнди Форево в ассортименте несколько таких кардиганов имеется, только в молочных цветах. А этот я взяла в сером. И вот только представьте его на кожаное платье сверху. Вот я примерно сейчас приложила к себе. У меня кожаная рубаха, а это был бы еще такой кардиган. Очень, мне кажется, стильно. Либо взять, обыграть его с казаками, сапогами. Либо какое-то платье в пол с цветами. Представьте такое черное платье, серые цветы. У меня, к сожалению, такого нет, чтобы я показала вам наглядно. Я уже, знаете, раньше было приложение, в котором можно было рисовать образы. Точнее, не рисовать, а вот подбирать. Были коллекции всех, допустим, платье в последней коллекции, туфли, все-все-все. И можно было так вот натыкивать между собой, комбинировать и составать образы. К сожалению, оно сейчас не работает. Так вот, если вы знаете хоть аналоги, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, потому что я очень давно ищу такое. Я бы там просто создавала вот такие макетики. Вот, черное платье в пол с серыми цветами. Сверху этот кардиган и какие-нибудь черные казаки. Мне кажется, это просто улетное сочетание. Так, не сказала по составу, что он... По-моему, в составе... А, состав обрезан. Но, судя по моим тактильным ощущениям, я чувствую, что здесь есть катон. Может быть, какая-то небольшая примесь акрила тоже имеется. Но, опять-таки, акрил иногда очень полезен, потому что он помогает вещам не так быстро снашиваться, не так катушки быстро образуются. Топко-черного цвета. Она, знаете, под одним углом смотрится как кожзам, но по факту это ткань. Это бренд Blackie Dress. Это немецкая компания, основанная Фрэнк Хэнк. Основатель... Изначально линейка Фрэнк Хэнк была основана на 1965 году. Это его как более молодое ответвление. Цены, ну, смотрите, средние. К примеру, жакет стоит 3600, платье 2900. То есть, достаточно недешевая компания. Смотрите-ка, еще у юбки есть отличительная черта. Если смотреть прямо, то здесь она такого ровного кроя. А сбоку, как будто бы такой вот плессированный фрагмент. Эта юбка у нас в размере 42. Очень стильная, очень-очень мне нравится. Но большая. Ну, а вот это вот кардиган изумрудного цвета от немецкого бренда Kenar. В размере M. Состоящий на 100% из итальянской шерсти мериноса. Вот свободный и воротничок, и свободный здесь как вот нахлёстом спереди. Можно его с поясом носить. Кстати, будет очень красиво, мне кажется, смотреться. Можно с поясной сумкой. Есть также еще карманы. Сейчас, секундочку. По-моему, это... Нет, это не обманки. Это карманы, которые сбоку можно надевать. Я пыталась посчитать историю бренда Kenar, но ничего не нашла. Единственное, что не встречалось часто, что бренд достаточно там и популярный. Пользуется, особенно в России, в Москве. Прям там такой спрос на Kenar. Вот. Купить можно на ebay. На ebay цены разные. Некоторые вещи, которые не из натуральных тканей. Там блузочки очень дешевые. А вот если идет натуральный состав, то некоторые кардиганы были от 100 евро. Вот. Так что вот такой вот симпатичный кардиганчик мне нашелся. Сзади такая, как резинка у него. Ну, достаточно простой, базовый, но за счет состава. Очень люблю вещи, связанные вот таким вот стилем. Это платье от Only. Стоило в хумане 170 гривен. Сейчас, секундочку, мы проверим его состав. Я вообще внимательно смотрела, когда покупала. Но прошло время я уже подзабыла. Так, платье в размере L, повторюсь, если не сказала. На, 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 на. Состава это 100% акрил. Хотя я почему-то думала, что не акрил. У меня такого плана есть от Колинс платья. Мне нравятся. Они очень хорошо зимой носят. И с какими-то ботфортами, сапожками, такими трубами. Будет круто смотреться. Вот. И весной потом можно тоже, к примеру, какой-то легенький жакет, джинсовку. И смело идти, и не будет холодно. Еще одна вещь в размере L. Это лосины. От бренда Tommy Hilfiger. Это линейка Sport. У них такое интересное лого на ноге. И на другой ножке представлены цветовые, цветовое сочетание от бренда. Очень стильные. Они покупались уже в лыкой шафе. Когда, по-моему, в день завозы по 200 с чем-то гривен за килограмм. То есть они такие, не самые легенькие. Вот. Потянули немало. Но, как бы, я думала, их моя мама себе оставит. Наверное, она мне оставила, чтобы видео снимала, вам показала, а потом сама будет носить. Для спорта самое оно. Люблю такие вот лосинки. Они, знаете, какой материал? Вот не стопроцентная синтетика, а когда я как катон с эластаном. В них очень удобно заниматься. Ноги не потеют, не приедет ничего. Ну и плюс такое интересное лого делает изюминку. Ну, а вот это у нас еще один реглан. И тоже это от Tommy Hilfiger. Здесь на пуговичках написано. Здесь есть слейба. По-моему, где-то я еще увидела поздно. А, вот на рукавчике, как обычно у них. Я знаю, многие говорят, что подобные модели уже устарели и не актуальны. Здесь даже, кстати, 56% шерсти в кардигане и 44 катона. То есть, очень классный состав. А я вот такие фасоны обожаю. Настолько они легкие, воздушные. Ну, я не представляю, как без них. У меня их несколько в гардеробе. Я ношу регулярно. Мне постоянно холодно. На что угодно. Даже я люблю рубашки, да. Хоп, накинула на такую кардиганную рубашку. Мне не холодно будет. Я могу рубашку зимой носить. Я люблю, допустим, платье с коротким рукавом. Но хочу, чтобы они вписывались в зимний гардероб. Вот. В помощь такой кардиган. Он дает так какое-то женственное. А это юбка красивого красного цвета с винным оттенком. От бренда Rina Cemento. Здесь у юбки интересный крой сверху. Как будто бы два поясочка завязываются на боку. Помощью специальных колечек. Это материал полиэстер. Вот. И я когда на вешалке видела эту вещь, мне казалось, что это юбка шорта. Но потом, когда я все это распрямила, это просто с такими защипами. Юбочка. Ой, стремпель распадает. Сзади она идет просто ровно. То есть, есть акцент спереди. Сзади это простая юбка с обычной молнией. Это бренд Rina Cemento. Это итальянский. Тоже неплохой. Но у них не всегда натуральный состав. Вот, например, юбка этому подтверждение. Хотя, почему-то я думала, что у нее все... Состав хороший. Но нет. Это полиэстер, как оказалось. И хотя размер указан L, мне кажется, что она более маломерная. И на M-очку вполне подойдет. Размер указан здесь L. Это стокгольмский бренд. Как вы можете знать, бренды стокгольмского класса достаточно интересные. Там акне, косы и прочее вызывают только уважение и восхищение. Здесь в составе 37% акрила, 33% полиамида и 30% махера. Если смотреть так вот сбоку, кажется, что он закошлачный. Это обман зрения, это присутствие махера в составе дает такие искажения. Очень красиво смотрится. В идеальном состоянии. Кстати, мне понравилось сочетание вот этого цветка с юбкой от Рина Семента. Кажется, по цветовой гамме очень удачно вписывается. И вообще, знаете, мы давно уже знаем, что они малистичные принты в тренде. Но вот когда они представлены вот такой вот гамме, не стандартной, да, как мы привыкли видеть леопард, а вот с интересным сочетанием оттенков, мне кажется, смотрится очень независимо. На сегодня я буду заканчивать показывать вещи. Но, знаете, впереди еще много видео на подобную тематику. Поэтому, чтобы не терять меня, подписывайтесь на канал. Будем дружить. Обязательно переходите в мои социальные сети АВД Валентинка, мой лайфстайл профиль и шоурум Трэнди Форева. В шоурум Трэнди Форева я стараюсь как можно чаще просто раздавать вещи в стори. Поэтому это будет вам очень полезно. Я всегда делаю скидки. Переходите, будем дружить, будем общаться. На сегодня я вам говорю пока. Поставьте этому видео лайк, если понравилось, дизлайк, если не понравилось. Обязательно напишите в комментариях, какая вещь приглянулась, какая нет. Ну, я буду прощаться. Желаю хорошего вечера, настроения и больше улыбок. Пока.